всем привет с вами барин и мы продолжаем специальный новогодний марафон бандианы и на очереди у нас третий выпуск который будет посвящен саундтреком к фильмам именно джеймсе бонди и играм то есть про игры тоже чуть-чуть поговорю даже не знаю какой рубрики лучше это видео отнести то есть и пускай она будет соответственно музадротом то есть как раз такие рубрики станислава зелинского опять же будет очередным ответом то есть я уже как бы коллекцию своих виниловых пластинок саундтреком бандиане показывал но про них на самом деле мало упомянул поэтому здесь мы просто поговорим о них немножко подробнее и вот первый такой винил моей коллекции это саундтрек фильму доктор но вот так вот он выглядит и это у нас получается переиздание как раз таки 2013 года самое что интересно то есть это у нас был как раз таки первый фильм как раз таки от united artists вот даже их видите логотипчик у нас идет вот и здесь самое что интересно композитором был никто иной как монти норман то есть монти норман у нас автором всей в общем-то музыки вот этой был вот единственное в чем загвоздка получилось значит он никак не успевал написать заглавную тему то есть у него был костяк мелодии но вот по срокам он уже не успевал закончить и тогда его наработки продюсеры ну то есть альберт брокколи и гарри зальцман догадались отдать такому композитору как джон барри и джон чтобы он ее аранжировал и джон барри и он не только и анжировал но еще и соответственно дописал используя вот эти на костяк самой мелодии написанной монти норманом он его называется просто взял и доделал вот такая даже интересная история из-за чего у нас потом пошли очень долгие споры а кто же все-таки на самом деле больше автор как раз таки тема джеймса бонда то есть все-таки монти норман или все-таки джон барри тем более что везде если посмотреть то есть ну каких-то официальных именно источников то есть джеймс бонз м будет у нас идти за авторством монти нормана то есть везде будет указано это принципе вот но я конечно то есть как потом сам джон барри заявлял как потом заявлял сам джон барри что значит он мелодию на самом деле достаточно сильно дописал то есть как бы от того первоначального варианта виде скажем так как раз таки нот которые ему дали вот чтобы он это все доработал вот так что поэтому все-таки я больше склоняюсь к той версии что это все-таки совместное авторство то есть джеймс бонз м у нас написали вот монти норман который придумал костяк мелодии и джон барри который ее в принципе достаточно сильно доделал вот но это все что так скажем касалось первого фильма вот и дальше у нас пошла какая вещь то есть вот второму фильму from russia with love то есть решили позвать другого композитора как ни странно изначально и как раз таки вот этим вот композитором был лайнер бард вот то есть самое что интересно он успел написать заглавную песню которая так и называлась форме russia with love то есть самое что интересно у нас начиная вот именно со второго фильма от юнайтед артист как раз таки пошла такая традиция то есть писать какие заглавные песни то есть большинстве фильмов о бонде так и было вот заглавные песни по названию самого фильма вот но значит там получилось какая загвоздка вот этот лайнер бард выяснилось что даже не знает нотной грамоты то есть и вот поставленной задачи более того даже справиться не может вот и как раз таки именно по его рекомендации то есть именно как раз такие кроме рекомендации барта уже позвали джона барри несмотря на то что вот скажем так он первый раз продюсеров выручил еще с доктором но вот то есть его только после этого уже позвали и вот всю инструментальную так скажем музыку к этому фильму то есть весь так называемый этот score то есть весь вот этот трек писал как раз таки джон барри да то есть и вот так он соответственно у нас всю музыку и писал фильмом о джеймсе бонди но вот вплоть до 1971 года без перерыв то есть 63 по как раз таки 71 год в общем то дальше у меня просто саундтреков нету так что поэтому про них как бы не скажу в коллекции но вот есть как раз таки на секретной службе величества он хима джести секрет сервис вот здесь что кстати интересно было еще песня вот we have all time in the world ее спел как раз таки луи амстронг потому что интересно то есть тогда на самом деле ко многим фильмом индианы достаточно такие известные певцы певицы пели что называется заглавной песни то есть например в предыдущем фильме живешь только дважды как раз таки писала вот заглавную песню пела нэнси синатра вот а допустим шаровые молнии песню пел тогда никому не известный дом джонс точнее мало известный но это так к слову вот и здесь самое что интересно то есть этот фильм немножко не стандартно начинается то есть заглавная у нас тема она инструментальная то есть это вот вот она как раз идет mine title он еще majesty секрет сервис вот то есть тут видимо я так подозреваю это мои подозрения что все таки это в какой-то степени у нас же получается шона коннери сменила джордж шлезенби и поэтому видимо как бы так понимаю считали что это как бы такая своеобразная перезагрузка своеобразная перезагрузка этого фильма если допустим в доктор но у нас же тоже было вступительная инструментальная получается тема то есть джеймс бонзем то здесь видимо также решили сделать что собственно почему бы и нет и вот у этого фильма тоже получил и такая достаточно интересная инструментальная вот вступительная композиция вот ну а мы как бы идем дальше то есть следующий у нас саундтрек это получается бриллианты навсегда то есть diamonds are forever вот то есть здесь у нас опять же все писал джон баррид то есть это была такая последняя его скажем так песня точнее последнего так скажем саундтрек вот такой вот именно в череде непрерывных саундтреков губандиане вот здесь самое что интересно песню у нас пела вот здесь вот вступительную вот которая так и называлась diamonds are forever ширли бэйси вот она как раз таки еще пела и вступительную песню к фильму gold finger вот здесь тоже очень хороший саундтрек тоже очень его люблю особенно то что здесь у баррид еще было очень много кстати именно инструментальных различных вариаций заглавной песни которая через весь фильм шли вот это кстати очень интересное было решение то есть вот ну а соответственно получилось так что например на следующий фильм то есть первый фильм с роджером муром то есть это у нас получался как раз таки живее да и умереть вот у нас писал уже такой композитор как джордж мартин потом соответственно на человек золотым пистолетом опять писал барри а например вот шпион который любил меня томас ньюман писал сутрекой простите точнее оговорился они томас и ньюман писала к спектру саундтрек у нас как раз таки писал марвина эмблиш вот марвин хэмблиш он писал саундтрек фильму шпион который любил меня вот и значит здесь просто получилось какая загостка вот я даже посмотрел по переизданием вот то что я вам сейчас показывал вот эти все переиздания винила значит самое что интересно то есть если верить озону ну и вообще сам каталоги всякие пробивал и смотрел у нас все вот эти фильмы как раз таки а точнее вот эти саундтреки к этим фильмам выходили как-то очень не таким интересным образом то есть у нас все саундтреки с первым получается 8 фильмом то есть 62 по 73 год то есть доктор но да живи и дай умереть вот они все переиздавались на винилах потом следом за ними вот переиздавался шпион который любил меня и все все больше пока ничего не было и не знаю чем это связано потом доктор но он переиздание 2013 года остальные соответственно баск ту black вот именно из этой серии вот она баск ту black они выходили как раз таки в 2015 году и пока на этом все то есть отмечу что на сиди все давно уже было переиздано вот и следующий сунтрек моей коллекции самое главное что это оригинальный винил 81 года это for your eyes only то есть только для ваших глаз опять же музыку к этому фильму у нас писал билл конти то есть другой композитор то есть баре здесь не участвовал вот тему заглавную спела некая шейна эстон вот как раз таки вот и майкл лейсон он был автором музыки но соответственно получается билл конти композитором вот но самое что интересно то есть об этом факте я уже упоминал но упомяну как бы на самом на всякий случай еще раз то есть изначально первый вариант песни вот этой файс он ли написала группа блонди то есть их именно пригласили продюсеры вот но значит что-то не понравился вариант группы блондии именно альберту брокколи и он тогда просил чтобы группа как раз таки вот спела вариант как раз таки на музыку билла конти написаны на стихи соответственно а майкл лейсона вот она группа категорически отказалась это делать и в принципе с проекта ушла но вот самое что интересно на последнем альбоме на блондии до их распуска вот hunter как раз таки вот эта песня есть то есть их именно вариант того что они как раз писали для вот фильма джеймс и бонди то есть вот она фори айсон ли а вот как раз таки самое что вот такой вот интересный есть факт вот вот так стать если что у нас сзади выглядит сундтрек пока я давно просто хотел себе какой-нибудь сундтрек с роджером мура в коллекцию и вот как так получилось что в магазине фанатека я случайно вот нашел оригинал великая была конечно радость потому что чего-то на озоне они одно время эти пластиночки очень сильно подорожали вот которые были в переизданиях все хотел взять либо живи и дай умереть либо соответственно шпион который меня любил но вот они как-то резко так цене поднялись и поэтому вот не стал я их брать вот но мы идем дальше то есть последним фильмом которому джон барри писал музыку из бандианы был как раз таки искре из глаз они живые огни с тимоти далтоном а вот уже к следующему фильму с тимоти далтоном лицензия на убийство музыку писал соответственно получается некий майкл кэйман вот к сожалению меня этого сундтрека полностью нет у меня есть только вот такой сингл миньон то есть здесь у нас как раз таки получать заглавная песня в исполнении вот gladys night точнее gladys night вот а как раз таки без сайдом тут идет одна из композиций как раз таки майклом каменом написанная вот то есть вот такой вот интересный факт и соответственно дальше у нас что получилось то есть был перерыв в съемках бандианы 6 лет то есть и следующим у нас соответственно композитором кто писал уже для бандианы то есть к следующему фильму это золотой глаз вот у нас был эрик серо то есть он написал на весь сундтрек а вот как бы так скажем более-менее постоянным композитором бандианы после джона барри был дэвид арнольд то есть он у нас писал всю музыку начиная с завтра не умрет никогда вплоть до кванта милосердия то есть там вся музыка его вот уже как раз таких спектра например писала музыку томас ньюман вот координатам skyfall чарльз тренд писал музыку то есть так что там вечно в общем-то композиторы бандиане они что называется периодически меняются вот так только повезло баре арнольду что они такие более или менее постоянные композиторы были вот но чё-то выпуск очень маленькие как бы получается наверное меньше всех каких будет все таки не так уж много у меня саундтреков поэтому немножечко поговорим про игры вот к играм тоже саундтреки издавались и соответственно вот что хотелось сказать то есть вот такой есть выходил саундтрек как грязь таки голдена и оригинальному который был еще для нинтендо 64 композиторы у нас был некий рич дуглас вот и самое что интересное саундтрек к этой игре издавался виде как раз таки таких симфонических таких вот оркестровых точнее так симфонических обработок карте этого самого симфонического оркестра такие вот оркестровые у нас обработки шлем вот то есть он точно выходил я даже кстати саундтрек этот в одну группу по саундтрекам из играм даже заливал то есть там он именно есть вот значит следующий изданный саундтрек из игора джеймси бонди который я знаю по крайней мере ну что он точно официально выходил это был как раз таки получается night fire night fire вот к нему был саундтрек вот само что интересно там стих даквард и эдлима писали вот музыку всю насколько я знаю на playstation 2 и пока версии саундтрек местами отличается вот хотя вроде как композиторы одни и те же но в принципе игры хоть и один и тот же сюжет но достаточно разные вот потом значит я знаю точно что выходил саундтрек к игре every thing on a thing то есть там у нас был шона кэлли и джиллф танч чак танч чак если я правильно конечно имена их прочел вот значит и тут еще самое что был такой один маленький интересный факт то есть была своя скажем так заглавная песня у нас же также заглавная песня была и в night fire но в everything on a thing ее исполняла такая певица мия и самое главное что это вот мини она здесь как связной бонда засветилась в самой игре то есть там даже в одной из миссии надо было ее спасать самое что интересно то есть вот такая вот отсылочка следующий у нас на очереди вот содрек от игры сдавался это from russia with love вот и здесь что интересный какой есть факт что значит композитор у нас вот этой игры был никто иной как кристофер как кристофер ленертс вот то есть многим так скажем ребятам ума кто вот играми увлекается он может быть знаком по саундтреку к такой замечательной игре как ган вот то есть вот он к этим двум играм писал музыку и самое что интересное то есть from russia with love в 2009 году выходил hcd диск с ее саундтреком то есть я тоже в группу по саундтрекам заливал саундтрек к этой игре вот но это единственное что я там с трудом какие-то отдельные треки нашел в интернете то есть при том что саундтрек выходил каким-то небольшим тиражом и вот когда-нибудь надеюсь я его отдельно куплю себе в коллекцию вот несоответственно сколько я знаю вот к двум таким еще играм выходил саундтрек то есть это у нас bloodstone вот там у нас музыку как раз таки а bloodstone писал ричард джаз квест если я правильно его имя прочел то есть он у нас автор вот саундтрек как этой игре был кстати смотрим очень хороший даже заглавная своя песня есть вот и точно знаю что выходил вот к такому скажем так переиздание золотого глаза то есть это golden eye reloaded вот саундтрек тоже отдельно выходил вот и самое что интересно вот к этой игре саундтрек у нас совершенно внезапно писал дэвид арнольд как раз таки то есть его тоже пригласили то есть он не только фильмом но вот еще и в игре успел отметиться и кевин киннер вот они были авторами саундтрека такой игре вот ну а на сегодня ребята к сожалению все но в конце вас ждет маленький бонусы с предыдущего видео а всем до новых встреч значит еще я помню что ими это была так вот подрастная песня открывающие если я тебе скажешь до следующего выпуска но и группа диран диран исполнял и красавицы келл вот самое главное что самое интересное там как раз таки джон барри то есть автор саундтреков большинства фильмов на бонде он еще обычно вот исполнителям или группам которые с ним тогда работали над фильмом помогал еще скажем так с музыкой с музыкальной точки зрения то шумбол завтра работе пиздец Продолжение следует... Продолжение следует...